К чему ворона стучится в окно? Если ворон постучит в окно, это, в понимании многих людей, предвестник несчастей, горя и неприятностей. Гораздо хуже, если пернатое бьется в оконное стекло, как будто пытается этим способом проникнуть в жилище. Образ черной пернатой в представлении наших предков, да и некоторых людей современности, связан исключительно с негативом. Но так ли это? Есть суждение о том, что повстречавшаяся на пути ворона ничего плохого не сулит человеку, наоборот, это говорит о позитиве и хороших изменениях в жизни. Приметы о воронах. Примет и суеверий о воронах существует много, их можно разделить на плохие, к несчастью и смерти близких и хорошее, как предупреждение о том, что человек в ближайшем будущем получит хорошую весть. Поверье о воронах, распространенное в народе. На богатство и благополучие. Если ворона, каркая сядет на крышу дома, домочадцам следует ожидать богатства и благополучия. Ворона села на окно, предзнаменование к скорому страстному роману. Материальный достаток ждет путешественника, если ворона появится сзади или спереди. Если вороны появляются на свадьбе или при венчании молодоженов, эта примета сулит долгую и очень счастливую семейную жизнь. Хорошая примета увидеть не одну ворону, а две, кормящие друг друга, это предвестник радости и удачи. Еле вороны кружат над чьим-то домом, в скором будущем у хозяев родится ребенок. Ворон, сидящий на хоспостройке, траве или снопе сена тоже предвещает обогащение. На погоду. Если возле водоема соберется в вечернее время много ворон, нужно ожидать шторм или бурю. Если их численность четная, погода будет хорошей, нечетная, пойдет дождь, возможно с грозой. Если вороны летят на восходящее солнце, скоро наступит тепло. Если птицы зимую прячутся в деревьях, к вьюги и сильным заморозкам. Купаются к сильному снегопаду. Предостерегающие поверья. Карканье вороны из дупла, услышанное человеком, предвестник опасности. Ворона сидит напротив солнца на крыше и не перестает каркать, надо ждать неприятностей для того человека, который заметил это. Это может быть кража, участие в авантюрных делах или махинациях, нарушение закона. Ворон-одиночка, стоящий прямо перед домом и каркающий предупреждает жильцов о том, что в ближайшее время кто-то, воспользовавшись магией, поспособствует ухудшению здоровья. Если человек находится в водоеме и слева от него прямо в воду сядет ворон, это нужно толковать так, на работе у него появятся проблемы. Если он держит еще и еду в клюве, нужно ожидать нападения или ухудшения здоровья. Встретить ворона на пути домой, которая сидит на камнях, появление очень опасного попутчика. Если ворона влетела в дом и летает по комнатам, у домочадцев в скором будущем будут проблемы со здоровьем. Ворон сел на территорию церковного двора, следует ожидать покойника в этом поселении. Пернатая села на церковный крест, надо смотреть, в какую из сторон света направлен хвост. В той стороне кто-то скоро умрет. Птица каркает в сторону церковного креста, умрет священник или серьезно заболеет. Тяжким грехом считается факт убийства вороны. Если верить нашим предкам, то на того, кто совершил это грех, упадет череда несчастей. У него будет вымирать вся живность, счастье в браке уйдет в небытие. Это проклятие будет переходить из поколения в поколение. Закончится спустя ровно столько лет, сколько было убиенной птица. Стучит в окно. Примета «Черная ворона стучит в окно» трактуется по-разному. И не следует думать, что если ворон имеет черное оперение, то обязательно несет негатив. К примеру, славяне относились к ним как к юрким вестовым между миром живых и умерших. Они, по их убеждению, разносили людям сообщения от усопших предков. А будет ли любящий человек гонять пернатую сквозь миры, чтобы донести какую-то пакость? Ясное дело, что нет. Самые распространенные поверья о вороне и окне. Ворону стучится в окно, знамение, предупреждающее о грядущих глобальных переменах. Пернатая села на подоконник и смотрит прямо в окно. В ближайшее время хозяину дома придется отправиться в командировку, которая сулит ему карьерный рост. Ворона шумит возле окна утром и в дневное время суток, ждите скорейшего выздоровления. И здесь следует понимать не только здоровье в физическом плане, а и душевном и моральном. Села на подоконник. Если пернатая села на подоконник в тот момент, когда окно было открытым, это хорошее предзнаменование, ждите хорошей весточки издалека на протяжении ближайшего месяца. Громко каркнула севши у окна на подоконник, кто-то в этот момент вас обсуждает. Ворона сидит на подоконнике и никак не хочет улетать, вас ожидают большие финансовые расходы, например, на бытовую технику или поездку на отдых. Ворона села на подоконник окна дома в селе, предвещает о том, что начатое дело не продвинется с места. Надо на время оставить его, набраться сил и новым рвением продолжить его. Бьется в окно. Врезалась в окно и осталась живой, бояться и тревожиться не стоит. Умерла от контакта с окном, надо отнести ее труп подальше от домовладения, похоронить и в течение недели соблюдать особую осторожность, возможны опасные ситуации для хозяина или его близких. Настойчиво стучит, стоя на подоконнике в окно, близятся крупные перемены как в жизни, так и в карьере. Если ворон настойчиво постукивает в окно на протяжении нескольких дней подряд, это может означать, по одной из версий, плохой знак. Болезнь, гибель кого-то из близких, банальные неприятности на работе или в быту. По другой, весь издалека или хороший шанс, на который человек рассчитывает длительное время. Из всего вышесказанного можно, сделав определенные выводы, напрочь опровергнуть суждение о том, что ворона – предвестник беды. Кроме предупреждающих поверий. Эту птицу не стоит бояться, она помогает узнать погоду на ближайшее время, предупредит о болезни или хороших вестях. Иными словами, она, как прогноз, предупреждает людей о том, что будет скоро, а они должны, сделав соответствующие выводы, принять или опровергнуть предзнаменование.